Друзья, снова всем привет. Добро пожаловать в студию Акваджейм. Ну что, сегодня новый проект и даже не один. Сегодня я буду делать два аквариума сразу. Вот этих два шарика. Один шарик у меня вот такой побольше, другой поменьше. Вот этот 27 сантиметров в диаметре, а вот этот 18. И сегодняшний проект я хочу посвятить своей маме, своему самому внимательному зрителю. И этот проект я хочу назвать мама и сын. Вот это будет аквариум мама, вот это будет аквариум сын. Как и все мои нано круглые аквариумы, они также будут работать без фильтра и, как и все мои аквариумы, без дополнительной подачи CO2. Оба проекта будут в одинаковом стиле, в стиле Ивагуми. Сегодня я буду использовать только Монте Карло и, скорее всего, я еще буду использовать немножко травки, которая у меня осталась с прошлого проекта. Камни я буду использовать Фродо для обоих проектов. Так что, мама, сегодняшний проект специально для тебя. Свет точно такой же, который я использую для всех своих нано круглых аквариумов. Это свет вот такой с подставкой. Обе лампы одинаковые, они обе по 7 ватт. Единственное, что вот у этой лампы подставка поменьше, у этой побольше, но они обе одинаковые. Количество диодов здесь одинаковые, 5 и 5. Из питательной подложки, так как Монте Карло будет работать без дополнительной подачи CO2, ему требуется хорошая питательная подложка. Для этого я сегодня буду использовать аквариумный соил, вот такой. Никогда вот эту фирму я не использовал. Какая-то японская фирма, называется Control. Посмотрим, как он в себя работает. Купил я у проверенного продавца, у которого тоже очень много аквариумов. Также, как всегда, я буду использовать вот такой в гранулах субстрат глинистый, который я чаще всего использую во всех своих проектах. Я его измельчу. Он вот в таких довольно больших гранулах. Я измельчу их, сделаю поменьше, так как аквариумы у нас нано. Все должно быть очень маленькое и компактное. Также к корням Монте Карло будет проще зацепиться за мелкие гранулы, нежели чем за большие. Также, как и в предыдущем своем Ивагуми проекте, я немножко добавлял биогумуса. У меня биогумуса осталось буквально несколько вот так вот щепоток, поэтому совсем чуть-чуть добавлю тонким слоем. Также в других своих Ивагуми проектах я добавлял капсулы для корней растений. В этот раз у меня их нет, поэтому обойдемся без них. Посмотрим и сравним с предыдущими проектами, как Монте Карло будет себя чувствовать. Ну и, как всегда, первым делом начнем с речной гальки. Предварительно я ее промыл под водопроводной водой. Итак, следующим этапом засыплю вот этот субстрат в гранулах. Далее засыплю остатки биогумуса, которые у меня, и все это присыплю аквариумным соилом. Как-то я увидел в интернете информацию о том, что иногда в аквариумах в качестве питательной подложки используют кокосовое волокно, и оно у меня есть. Я вот думаю, так как в этот раз у меня не особо много биогумуса и нет капсул для корней, я вот думаю, что попробовать ли мне это кокосовое волокно. Но аквариумистик – это всегда эксперименты. Возможно, от этого кокосового волокна первое время вода будет немножко темновато, желтовато. Но я хочу попробовать. Также пишут, что кокосовое волокно полностью нейтрально. PH у него тоже нейтральное, и оно отлично подходит для роста растений. Это кокосовое волокно я в свое время использовал для всех своих растительных террариумов, и я использовал только его для роста всех растений. Что я вам могу сказать, что в террариумах просто на обычном кокосовом волокне растения росли просто изумительно. Так что я думаю, что это хорошая идея. Почему бы не проэкспериментировать? Давайте посмотрим, что из этого получится. Вот оно у меня, измельченное волокно кокосовое. Сейчас мы его тонким-тонким слоем немножко вот так вот присыпем. Итак, вот что у нас пока получилось. Значит, речная галька. Далее я засыпал субстратов в гранулах. Дальше немножко кокосового волокна. И сверху совсем чуть-чуть, вон видите, совсем чуть-чуть остатки биогумуса. Сейчас я засыплю аквариумного сойла, все это прикрою и сформирую немножко хардскейп. Я хочу сделать, как и в своем предыдущем круглом нано Ивагуме, скейп. Я немножко приподниму левый и правый края для хардскейпа, чтобы камни немножко смотрелись наискос. Как я уже сказал, оба этих шарика будут примерно одинаковые. Только камни по форме будут немножко различаться. Итак, ну а теперь самое интересное. Начнем укладывать камни и создавать наш хардскейп. Камни я буду использовать Фродо. Вот они у меня здесь целый ящик. Специально я пока не выбирал. Конечно же, выбирать я буду самые маленькие, так как стекло в круглых аквариумах сильно увеличивает, поэтому даже самый маленький камень будет казаться внутри после наполнения аквариума водой очень большим. Поэтому сильно большие использовать я не буду. Итак, вот я выбрал самые мелкие из тех, которые у меня были. Значит, из этих камней самые мелкие пойдут. Самый маленький аквариум, который мой, который аквариум сына. Для аквариума мамы побольше камня, но, естественно, все мы укладывать не будем. Я выберу самые подходящие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну что, по-моему, получилось очень красиво. Но, само собой, мама у меня тут мама аквариум самая красивая. Ну, а сын попроще, два камушка, ну и сын поменьше, конечно. Итак, растения готовы к посадке. Я их предварительно очистил от губки, я их предварительно очистил от губки, в которых они продавались. Жутко мучительный и долгий процесс. Вот он наш Монте-Карло, значит, у меня его раз, два, три. И, возможно, понадобится больше, у меня еще есть запасы, еще, по-моему, два лотка. Аэрограсс. Посажу его на задний план. И вот это гидротила, трепатита, по-моему, так она называется. Тоже хочу ее немножко посадить, посмотрим, как она будет расти. Итак, прежде чем сажать все ковровые растения, я наберу воды примерно на сантиметр. Так будет их проще сажать. Продолжение следует... 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 Монте-карло готов, посажен на все передние части и немножко на задней у маминого аквариума, вот так, и у моего аквариума любимого сына. Вся задняя часть будет засажена травкой и вот все пробелы черные также, ну не все, рядом с камушками скорее всего я все засажу травкой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы закончили, все посажено, Монте-карло, травка, эрграс, вот там сзади гидротила, три кустика, здесь и два кустика я посадил вон там, также на заднем плане вон там, хейрграс и везде Монте-карло. Пока очень много кусочков на поверхности воды и буквально через 15 минут весь свет в студию у меня выключится автоматически, поэтому снимать, как я набираю воду я уже не буду, я быстренько сейчас наберу воду, добавлю бактерию и кондиционер для воды. Завтра я съезжу и куплю улиток обязательно, добавлю в оба аквариума улиток и через 1-2 дня я уже сделаю финальное видео, когда вода станет попрозрачнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА